Знаете, а ведь моё чувство юмора настолько исказилось за все эти годы жизни, что даже я сам иногда не понимаю, а комедия ли всё это? World of Tanks — это ураганные сражения, топовая графика и крутая оптимизация. Ощути мощь легендарного Т-34 или двухствольного советского танка, а по ссылке в описании получишь танк Т-2ЛТ, 400 тысяч кредитов и неделю премиума. В бой! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, которые уже даже и не знают, как ко мне относиться и кто я есть на самом деле, и знаете что? Именно эти эмоции вы и будете испытывать на протяжении всего видеоролика. Ведь игра с сегодняшнего дня спорная и неоднозначная, как и её главный герой. Простите, дорогие мои, но сегодня вы окажетесь в довольно запутанной истории. В этот дивный час пойдёт речь про продолжение серии игр «Легенда о Керандии», а точнее про третью и последнюю часть. «Легенда о Керандии. Книга третья. Отмщение. Малкольма». История конкретно этой игры в некоторой мере печальна. Данная серия сказок виртуальных по своей сути ещё не скоро должна была закончиться, ведь после прохождения остались вопросы нерешённые. Фанаты желали узнать, почему случилось то, кто сделал это и что же дальше будет. Сюжет на первой части полностью написал один из достаточно важных челиков студии, Рик Гаш. Данное произведение всем зашло, поэтому начиная со второй части он стал полноценным главным разработчиком, имел тотальный контроль над разработкой. То же самое было с третьей игрой. Все так же под его контролем и все так же он отвечает за сюжет. Все то же самое, с единственной лишь разницей, что после этого на Керандию положили огромный болт. Рик Гаш признался в одном из лдовых интервью, что серия по сути не должна была оканчиваться. Истории ещё не пришёл конец, и рано или поздно он планировал всё дорассказать. Однако в то время, как он говорил, в студии всё было непросто. Разные люди были ответственны за собственные проекты, и Керандия была среди тех игр, на которые выделяли всё меньше и меньше бюджета, пока в какой-то момент не было решено отложить продолжение серии до лучших времён. Все силы уходили на эту замечательную Игорю, которая в конечном счёте стала хитом, принесла очень много денег и стала главным смыслом студии. А когда же Вествуды попали под крыло Electronic Arts, которых кроме продаж более ничего не интересует, и которые по сути желали поглотить Вествудов, тупо из-за серии Command & Conquer. Про разработку чего-то лампового, но менее популярного, можно было забыть. Примерно это Рик Гаш и ответил в одном из интервью. Последний гвоздь в крышку гробов била Electronic Arts. Они уничтожили обе мои серии, Legends of Kirandia и Lands of Lore. Сама же финальная история Керандии вышла в 1994 году. И честно говоря, многих фанатов она повергла в некоторое удивление, потому что весьма отличалась от того, что они видели до этого. Не буду более терзать ваше любопытство. Мы начинаем. Сама же финальная история Керандия О, полноценное 3D. Надеюсь, это не повредит игре, как это обычно бывает. Малком was a normal baby. Normal baby. Normal baby. Normal baby. Ладно, шутки шутками, а 3D тут в некоторых моментах прям не то чтобы плохо, а всего лишь будет сниться мне в кошмарах. Как вы уже поняли, в данной игре главным героем будет главный антигерой из первой части. Сейчас мы узнаем про него некоторые забавные и очень важные вещи. Например, то, что он шизофреник, слышащий голоса в голове. Был психом до того, как это стало модным. Голоса добра и зла пытались переманить юного шута на свою сторону, и по итогу зло победило. Время шло, Малкольм рос и творил дела, стал знаменитым и даже перестарался немного. Убил королевскую семью, захватил Керандию, просрал Брандону и стал статуей. Однако... Во тьме ночной зло готовилось к пробуждению. Несправедливо осужденный драматический персонаж восстанет из пепла. А мы наконец-то сможем опробовать музыкальную тему из главного меню. Ммм, на вкус как саунды из гейского ретро-порно. Мы начинаем игру в месте, где рано или поздно окажется моя карьера ютубера. На помойке. Ох, сколько же мне всего вам сейчас объяснить надо, и сколько всего нам надо с вами обсудить. Студенческий дискус нас ждет. Дорогие мои зрители, в данном ролике будет множество моментов, когда я буду о чем-то рассуждать, задавать самому себе и вам вопросы, потому что в отношении конкретно данной игры ваше мнение как никогда важно. Так что не стесняйтесь, пишите. Первое, что я отмечу, слава великим силам, эта игра не 3Dшная. Как бы да, задники и локации более не пиксельные, а трехмерные. А на фоне предыдущих частей это выглядит, мягко говоря, как отрыжка. Хотя это были времена, когда 3D только зарождалось, и для многих тогдашних геймеров это выглядело даже более чем вау. Глаза восторгались, но сейчас... Малком был нормальный, бэйби. Но не печальтесь, ведь все персонажи и анимации сделаны в классическом пиксельном 2D. В таком странном тандеме, в коллабе графики трехмерной и двухмерной, игра порождает приятную глазу картинку. Возможно, на то и был расчет. Вторым я подмечу интерфейс и прочие элементы. Игра сделала 2 шага назад от того, чего достигла во второй части. У нас снова ограниченный, как они-то Саркисян, инвентарь, и многого в него не впихнешь. Это, конечно же, обидно. Плюс интерфейс более не занимает кусок экрана, а лишь всплывает, когда это нужно. Тут уж думаю, кому как, но лично меня иногда подбешивало, когда проведу мышкой где-то не там, и всплывает интерфейс. Особенно это раздражало при записи диалогов для ролика. Теперь немного о самом геймплее. При игре за Малкольма мы все так же имеем возможность слушать голос злой части сознания. Его зовут Гюнтер, и он комментирует практически каждое наше действие или решение. Он может одобрять или же высказывать недовольство, рофлить с того, что мы ведем себя злобно, или же осуждать, если мы честны и порядочны. Тут же сразу перехожу к особой части интерфейса, где мы можем выбирать моральное поведение нашего героя. Можем быть злобным лгуном, приятным няшей, или типично нейтрально-хаотичным трикстером. Хотя у нас в славянских землях таких принято называть юродивы и е***нко. Поведение мы можем менять в любой момент игры, и это будет влиять как на диалоги, так и на некоторые исходы того или иного момента. Примеры я вам покажу чуть позже, а пока что давайте хоть немного додвинемся вперед. На свалке есть несколько вариантов для действий. Можно налутать много всякого дерьмеца и заодно послушать, как наш герой комментирует тот или иной предмет. Его замечания и юмор очень даже на высоте. Говорю без иронии. Я действительно много раз выстреливал гыгыгам в небо. Что самое забавное, игра выстроена так, словно она самая настоящая комедия. После каждой смешной или не смешной шутки мы можем слышать закадровый смех. ОК, Carlos Микли. mala у меня на ваш маленький miners. MLP Ok, Mr. Squirrel. étaient л spinal. Поехали вместе. Вы все правильно поняли. Бытие с татуей и битва супротив Брэндона дала о себе знать. Никакой более магии в распоряжении у нас нет. Всего придется добиваться своими ручками или же хитростью. Например, тут мы прогоним белку стеклом от бутылки. Хотя до этого он буквально взорвал грызуна вместе с его домиком. И кстати, Малкольм ненавидит и считает белок жестокими чудовищами не просто так. Если попытаться прогнать ее голыми руками, то... Продолжение следует... Вот такой здешний сказочный мир. Но хотя бы юморные комментарии юродивого смягчают ситуацию. А вот и замок короля. Но нас туда не пустят и оно неудивительно. Остается лишь бродить по керанде и додумать. А чего нам сейчас делать-то? Какова наша цель? И конечно, это будет для многих спойлером, но пожалуй, я скажу именно сейчас. В игре нет никакого злодея. Либо же просто антигероя, как это было в предыдущих частях. Необычный подход. Хотя весьма неплохо обыгрывается именно смысл. Об этом, само собой, потом. Этот фиолетовый пог. Местная транспортная система к локальному городку. Хотя в нашем же случае лучше пройтись до осмотреться. Да, а вот еще один игровой элемент. На протяжении игры мы будем получать очки преимущественно за юморные моменты и решения головоломок. Не сказал бы, что количество очков влияет на исход игры, так что можете особо не париться. Периодически мы можем знатно так огребать. И вот один из примеров огреба. Комедийная составляющая смерти выведена в абсолют. Во всех квестах смерти юморные. Но тут это, конечно, на голову выше. В поисках какой-либо адекватной цели и понятия, что вообще от нас нужно, мы ступаем на кладбище, где лежит королева Катерина, мама Брандона. Хотя в первой части я думал, там оба родители чилят, но не суть. А суть в том, что именно тут Ригаш решил перевернуть весь сюжет. Это настолько было для меня неожиданностью и внезапным поворотом, что я даже начал задумываться, а как бы этот прием работал в других сюжетах. К сожалению, просто так поговорить с духом Катерины нам не дадут. Нужно возложить два цветка в знак уважения, но все местные цветы просто убегают от нас. Прекрасно. Видно, как нашего юморюгу тут любят. Благо, бутылка разбитой, можно срезать этих негодников. Да, мы не очень рады нас видеть, и то и дело обзывает негодяем, моральным разложенцем, тиктокером. Хотя Шут утверждает, что может доказать свою невиновность, и вообще ее муж король Вильям знает, как все было на самом деле. Но вот его тоже не так-то просто вызвать. Хм, возможно, наша цель доказать свою невиновность? Найти способ вызвать Вильяма? Ладно, походу дело разберемся. А пока что продолжим знакомиться с местными красотами и посещать душевные локации. Вот, допустим, один из районов Керандии. Здесь расположены достаточно важные заведения, как, например, Бутербродная, в которой сидят все персонажи из предыдущих частей. Кстати, насчет бутеров. В одном издании находится статуя, называемая Голосом Разума, и держащая в руке бутер. Если ему вручить этот самый вид еды, как он добывается, я вам потом скажу, то он оживет, и с ним можно будет поболтать. Честно говоря, для сюжета он сейчас никакой роли не играет. Разве что говорить, что если мы призовем дух короля Вильяма, то он вполне сможет провести суд, в котором решат нашу судьбу. К сожалению, ничего мы с этим сейчас сделать не сможем, но вы же считаете это светлой надеждой на то, что в будущем Малкольм, глядишь да очистит свое имя. А вот и игрушечная фабрика, что ныне закрыта. Это особенно огорчает Малкольма, хотя бы по той причине, что он тут живет. Дома можно сделать небольшую передышку и дать мозгам отдохнуть. Ах, дивный сон в собственной сочевальне. Приятное чувство передано прекрасно. Но спать времени нет. Надо все перебирать и искать полезные для нас и сюжет вещи. Чудесным примером такого артефакта у нас станет семейный фотоальбом Шута. Из которого можно подчеркнуть для себя инфу, переворачивающую весь сюжет с ног на голову. Наш чудесный Малкольм из королевской семьи. Тут фото абсолютно всех родственников, включая короля Вильяма с королевой Катерины и Брэндона с Каллоком. Вопросы появляются один за другим. Вильям, двоюродный брат Малкольма. Зачем вдруг Шуту убивать свою братишку? И даже если он не убивал, то почему все вдруг не задали себе точно такой же вопрос? Непонятно. Ответы мы еще поищем, а пока что разрешите подобрать и показать вам один из самых главных артефактов юродивого. Это скипетр магический, или как я его называю, палка-смеялка. Если им в кого-нибудь тыкнуть, то тот рассмеется от души. Не используйте для анальной блажи. Дорогие мои, я думаю, вам всем порой становится приятно на душе, когда в какой-либо игре, являющейся продолжением другой, вы встречаете старых знакомых персонажей, или хотя бы отсылки к ним. Тут такого тоже полно, правда порой приятного от встречи с ними мало. Приисполненная эффектом пегасного зелья, Зонтия совершает посадку. Правда, завидев Шута, она не особо радуется. И как бы ее можно понять, но в словах Малкольма тоже звучит логика и справедливое недоумевание. Конечно же, на этом приятное общение не заканчивается, и стоит нам зайти при случае к алхимичке домой, как она нас прогонит и заявит на нас в местные правоохранительные органы. И нет, я не шучу. Около замка нас будет поджидать Герман, работающий на данный момент констеблем, который отведет нас к еще одним старым знакомым. В этот момент до нас доходит, что злодей и антигерой во всей этой истории Последствия прошлого бытия Малкольма. Ему придется сражаться против предвзятости к своей персоне и пытаться все исправить. Нынешняя реальность и есть его враг. Слово за слово и нас сажают за наши грехи на каторжные работы по производству кружевных изделий под присмотром обаятельной надзирательницы. Нам надо сделать всего таких штук девять, и тогда нас отпустят, да настоятельно порекомендуют свалить с керандии как можно скорее. Нам тут не рады, и не рады настолько, что будут запихивать на каторгу каждый раз, стоит кому-нибудь из старых знакомых попасть на глаза. Кого бы вам еще привести в пример? Ах, да. В подвале фабрики игрушек? Собирает пыль ковер телепортации, отправляющий нас прямиком к Дарну с его драконом. А далее, ну вы поняли. Малькл! Дайм, мэббот! Что ты делаешь здесь? Слышно! Зверху, я знал, что Дарм бы меня не reconnoi. Не буду вас томить и сразу же скажу, что теперь наша цель это побег с этих земель. Тут-то я снова перейду к моменту, когда мы с вами обо всяком рассуждаем. Разрабы решили пойти намного дальше в плане развития геймплея и вариативности прохождения. Из Керандии мы можем свалить самыми разными способами, до которых не сразу допрёшь, ведь очень многие действия и головоломки ни к какому развитию сюжета не приводят, а лишь дают Пауэрос хихикнуть с того или иного диалога. Я вам постараюсь сейчас рассказать как можно больше и затронуть самые разные сюжетные ветки конкретно в данной главе. В первую очередь стоит обеспокоиться нашей маскировкой, так как во многом нам могут помочь знакомые персонажи. И пожалуй, маскировка это один из моментов, вызывающий у защитников животных нервный анимешный глоть. На свалке с помощью нехитрого приспособления из орешка, нитки и крючка можно загипнотизировать белку. Я же ради интереса по привычке дал эту белку Малкулюму, чтобы он чего интересного сказал. Но вместо этого он натянул её на голову как шапку. Такой элементарной маскировки вполне хватает, чтобы обмануть Дармой. Или же банчика около купательного заведения. Тут же я начну потихоньку рассказывать вам про различные сюжетные линии. Самым первым и достаточно простым способом будет телепортация с помощью зелья. В подвале ломаем стену с помощью добренного кунжута и баночки воды. Кунжут просто очень жизнеспособный. В этом помещении можно набрать себе бутылку зелья и вуаля! Мы где-то в другом месте и сама глава пройдена. Однако данный способ не раскрывает и половину юморного смысла игры, так что слушайте дальше. В порту стоит корабль цирковой, чьим капитаном является Мим. С помощью этого судна можно также сбежать, но пёс Барбос строго никого не пускает. На судно также можно попасть двумя путями. Либо сделаем из трёх белок мячики и пожонглируем перед псом, и тогда нас возьмут в цирковую труппу. А потом выбросят на берег некого острова, потому что поймут, что шут мудень. Либо же мы закинем миму за шиворот рыбку и с помощью хитрости украдём его одёжу, дабы выдать себя за капитана судна. Способ достаточно забавный, согласитесь, но есть ещё варианты. С помощью хитрости и маскировки мима можно пробраться на Мэкзантии, и та не узнает нашего героя. Вообще, рофлы на дне немного сомнительные, так как я ещё не отошёл от второй части. С помощью того же удобренного кунжута роняем инструментарий её возлюбленного Марко. Мы получаем возможность добраться до её котла, где готовится зелье пегасное, но оно ещё не готово. Нужен лошадиный ингредиент. Тут также все зелья готовятся методом абстракции и символизма. Таким ингредиентом вполне сойдёт созданный на фабрике игрушечный конёк. Боюсь себе представить, как в этом мире готовится еда. Зелье готово, но пить его надо в строго определённом месте. Это был ещё один из способов побега с этих мест. Пожалуйста, запоминайте, что я тут рассказываю, потому что потом спрошу у вас, какой метод наиболее интересен для вас. Про другой способ я узнал лишь после прохождения игры, когда начал чекать, как другие игроки проходили. Он связан с Дармом и его драконихой. Дед хочет себе бутерброд. Правда, необходимо ли это для прохождения, я так и не понял. В любом случае, давайте покормим его. Для него еда, для вас контент, а для меня больше возможности запихнуть рекламы в ролик. Сэндвич можно получить двумя способами. Мы можем приготовить его сами, получив необходимые ингредиенты, такие как кунжут, салат, уголь и сливки. Можете, если что, на мемы нарезать, на случай дам слэш трапа в тугих чулках. Сам же бутер готовится в кафешке, только вот народ надо бы спугнуть белочкой. Окей, маленький парень, делай свои вещи. И уже вместе с буфетчиком готовим еду. Можно кинуть в машину вместо рыбы белку, но такой бутер уже никто есть не будет. Также бутер можно получить с помощью странно-говорящего парнишки. С ним можно совершить обмен, игрушка на бутер. Ладно, а теперь давайте дадим деду нормальной еды. Снова и снова мы можем выслушивать шутки со стороны Шута, его подколы и любопытные вопросы. Дальнейшее же, как я уже говорил, вычитал из интернета. Дарна надо рассмешить скипетром до такой степени, чтобы он от смеха убежал в туалет. В его отсутствии драконьих рассказывает, что добраться можно, соединив между собой двух угрей. Воистину, необычный способ. Ну а теперь же последний и мой самый любимый метод, которым я и прошел эту главу. Необходимо буквально довести старых знакомых до белого коленя и вынудить их ПКД отправлять нас на каторгу. Кстати, над Германом также можно поугарать, дабы он не поймал нас. В любом случае, нас отправляют делать кружева и отбирают все вещи. Но мы же умные ребята и буквально прячем в ладошке гвоздик, дабы использовать его как отмычку и способ утоления жажды любопытства. Хмм, I wonder if I can unlock this box. I'm really getting good at this. I wonder what he did. Этой персоне необходимо в бочину воткнуть ножницы, чтобы он или она испортили моток и открыли нам путь к свободе. Это будет звучать глупо, но нам нужно снова попасть на каторгу. Правда, в этот раз ситуация изменилась. О, это ты снова. Что ты делаешь здесь? Ну, они как-то меня расширили, после твоего эскапа. Это не твоя fault. Моя любимая работа, двигаться на каторгу. Моя любимая работа, двигаться на каторгу. Мы можем снова, как Фуфил, отработать свою норму. Либо же притащить сюда эти опасные семена кунжута и окатить их суровым рабочим потом. Опять свобода. Но романтика уголовника не отпускает нашего героя, поэтому снова даем себя поймать. Ой, похоже на дирательницу, мы здорово так подставили нашими побегами, и теперь она тоже зэкич. Малкольм же парень благородный, и поэтому с помощью кусачек освобождает ее, тем самым освободив и себя. Возможно, я вас уже этим достал, но нам снова надо сесть в тюрьму, но обещаю, что это вот точно последний раз. Нам надо пахать на галереи вместе с уже закадычной подругой. Можно, конечно, грести, пока не доплывем, или же просто взять да убежать. Таким способом мы оказываемся в следующей главе. Ну как вам все вышеперечисленные методы побега из Кирандии? Что вам больше всего было по душе, а что нет? Требую вашего мнения по данному счету, и не расслабляйтесь. Это не последний раз, когда я вас буду просить дать знать о своей точке зрения. Со своей же стороны скажу, что такой подход к вариативности достаточно хорош, хотя из-за этого игра гораздо короче, чем предыдущие части. Вот разрабам порой приходится выбирать либо в длину, либо в шире. Мы на острове Кошек. Место, конечно, прекрасное, но уже не настолько разнообразное в плане прохождения, хотя не буду отрицать, нынешняя ситуевина полна абсурдности. Знакомимся с собакой и его кошкой, которая выступает в виде ездового животного. Вроде бы достаточно, но нет. Дело в том, что это остров Кошек, но его захватили собаки, и ныне держат кошачьих в рабстве, дабы они батрачили и добывали для них кунжут на продажу и экспорт. Ситуация, конечно, сюрреалистичная. Также к этому острову причалил корабль пиратский, и Малкольму пришла прекрасная идея. Нанять пиратов и напасть на Керандию. Просто потому, что они все там негодяи, ему обидно и хочется мести. Сами корсары прекрасно знают про Малкольма и даже готовы помочь ему, но только если он найдет какое-нибудь магическое оружие. Иначе их шансы на победу будут не так уж и высоки. Но все, наконец-то. У нас есть цель, и надо бы к ней двигаться. Что-нибудь магическое мы можем заиметь, решая локальные траблы. Данный отрезок странной жизни мы посвятим кошкам, а точнее поможем им свергнуть собак. Усатый даже свою подпольную революцию готовит во главе кота-пушистика. Пссс, мистер, what's up? Go find Fluffy, he's in the jungle. Сам котяра сидит в джунглях, но просто так с голыми руками туда лучше не ссуваться, а то нас до смерти зацелуют змеи. Катайтесь на повозке, целее будете. А при случае подберите мачете, которым можете рубить гладкокожих. Опасное тут бытие, другая смерть более неожиданная и страшная. Общаясь с местными догичами, мы будем подхватывать блох. Их, конечно, желательно бы выковыривать пальчиками да выкидывать, или же прыгать в лужу с целью искупаться. В противном же случае блохи закусают нас до смерти. These fleas are killing me! А? И снова сюжет. Вот он, этот котяра-революционер, просящий нас помочь свергнуть собачий режим. Стоит нам сказать ему, что мол да, мы с ними, как он вручит нам волшебную мышь, способную помочь в необходимом для котов деле, восстановлении особого магического алтаря. Это вся наша задача на этом острове, и более от нас не требуется. В статуи надо вставить драгоценные камни, выкопанные собакой взамен косточек, что мы ему принесем. Правда, это еще не все. Камни-то надо в нужном порядке выставить, иначе мы их профукаем, и все придется с самого начала делать. А снова искать под джунглям кости, мне не особо охота. Нужный порядок показан в особом темном храме, свет в котором надо бы прорубить, а то будет грустно. Ну, в общем, мы сопоставляем эти изображения с обозначениями каждого камня, и все становится хорошо. Коты сыты и довольны, а у нас особый магический амулет. Его эффект боевой мы проверяем на себе. Не бойтесь, мы в таком виде не останемся навсегда. Все, что нужно, это отведать кусочек сыра, полученный от революционера Пушистика. Кстати, мне особенно нравится, как себя ведут довольные сытые коты. Самих же собак мы хоть и не обязаны наказывать, но ради хихишки можем превратить в мышей. Забавности радует душу, а мы теперь вместе с пиратами готовимся штурмовать Кирандию. Хотя все идет совсем не так. Нас хватают, а пираты предают. Вот и сказочке конец, мы доигрались, нам пи... Нас окончательно отправляют в ссылку на край земли. Буквально. Это настолько край земли, что тут даже оформили курорт для туристов. Правда, сейчас тут, видимо, выходной. Самого сюжета тут толком никакого нет, зато много разнообразных ситуаций из смертей, которые мы избегаем, приобретя страховку за монетку. Все наше путешествие тут не более чем головоломка, где мы ходим туда-сюда, думаем, как добраться до пещеры и посмотреть оооочень странные катсцены, показывающие, как выглядит нынешний мир. Заглянувши в последнюю пещеру, мы внезапно перемещаемся в иной мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично! Мы в рыбном гареме, и вот теперь я вообще не понимаю смысла и цели нашего бытия в этой игре. Мы никому ничего не доказали. Никому не отомстили. И вообще сейчас в какой-то сраке находимся. Прекрасно. Наша задача сейчас это выбраться отсюда и просто достичь спокойствия. Никакой мести, никаких доказательств, спокойствия и желания мира. Правда, выбраться отсюда та еще задачка. О, нет. Главрыба то и дело вызывает нас играть в крестики-нолики. Ну, точнее, чтобы мы ей поддались, а она потом гордой рофлила с того, какая она мощная, какой она гений мысли. Вообще, этот мир странный, и поначалу вообще не допрешь, что тут да как. Тут вот свалка, куда мы изначально попали и где нас нашли. Тут рыбья школа, где мы можем вынудить учеников немного пошкодничать. А тут единственное место, откуда мы можем отправиться куда-либо. Местный аттракцион. Лавешку, кстати, можно периодически получать с мусорщика, просто обманывая его. Развели рыбку на бабосик. Ну, в общем, нас отправляют в... в ад. Отсюда мы можем попробовать выбраться на поверхность, обратно в керандию. Домой. Но стоит нам приблизиться к цели... Так, это достало. Эту негодяйку надо поставить на место и в этом нам поможет спиритический сеанс. От одного из слуг мы узнаем, что больше всего эта дама боится своего батю. И чтобы его вызвать, нам надо узнать обо всем у челиков из ада. Субтитры создавал DimaTorzok Is there a missing person's department here? I'm looking for an old fish king's ghost if he's handy. To summon a king's ghost, you'll need a royal сеанс. How do I perform a royal сеанс? You'll need a likeness of the deceased, something to see back in time, and you'll have to invoke the spirit in the presence of at least seven mortals who really want the king to return. А, ну тогда это легко. Хоть он и дух и пришел на время, говорить с ним не стоит. не надо. Нужно выбираться в ад. УИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Зовут играть в теннис, купаться Похоже, именно в аду Малком чувствует себя как дома Но покоя нам не видать По бумагам нам тут не место Не заслужили быть в аду И поэтому нас отправляют на поверхность Дорогие мои зрители Даже нет, друзья мои Считайте, что мы у финала И именно тут игра продолжает ломать И переворачивать все с ног на жопу Объявляется старый друг Давным-давно покинувший главного героя Ну, если это мой старый друг Малком Помнишь меня? Извините, друг, это был хектистый день Стюарт, ты старый друг, дядя Когда ты вернулся? Стюарт? Кто Стюарт? Позвольте мне, чтобы я вас познакомился Я Стюарт, хорошая половина твоего сознания От нашего выбора зависят дальнейшие методы прохождения Можно быть злым, стать добрым Или же остаться самим собой Не выбирать между добрыми и злыми поступками И просто делать именно то, что мы считаем нужным Ныне мы более не можем выбирать между типами поведения, никакого лицемерия. Лишь наша настоящая сущность. И так уж вышло, что нашу сущность захватили в плен пираты, которые параллельно захватили в плен Сюкерандию, а жители превратили в мышей. Сами же Брандон и Каллок более не злятся на нас и просят помочь. Но Кирандия является домом Малкольма, так что он все же интересуется, как пиратов отсюда попросить свалить по-братски. Да, вот прямо сейчас возьму да полечу на остров котов, чтобы вам камней натырить. Упаковка Тетвикса с одной палочкой. Прекрасно. Теперь мы, мышь, и еще в тюрьме. Ну точнее, это хата Зонтии, оборудованная под тюрьму. Малкольм недобрый и не злой, поэтому он освобождается и за компанию освобождает некогда своих врагов. Почему? А почему бы и нет? Тем более, все эти челики будут нам полезны. Та же Зонтия спокойно может нам оформить зелье пегасное, чтобы мы так и смогли прилететь на остров кошачий за камнями. Но перед этим, мы навещаем нашу квартиру и видим, что все сломано, украдено и лишь остался кусок фотки короля Вильяма из альбома с фотографиями. Хм, а ведь можно... Хотя не-не, нам камни нужны. Кидаем в котел игрушку коняшки и вот зелье готово. Пора. Вы сейчас будете смеяться, особенно юные любители поржекать над политикой и поиграть в Хардс оф Айрон. Подпольная революция спокойно позволит нам забрать со статуи камни драгоценные, потому что на острове снова все нерадостно. Флффи, это ты? Ты выглядишь, как ты стены бели. Почему? А ведь дай этим разработам волю. И нынешнюю меметичность мира, они смогли бы такое сотворить. Эх. Пушистик отдает нам машину по созданию сыра, чтобы с помощью сыра мы сняли со статуи заклятия. I hope no one's looking. Amazing. Let's see if this cheese does anything. Вроде Малкольму по идее должно быть пофиг на Керандию, но похоже все идет к какому-то выводу. С камнями под мышкой мы нюхим некий кошачий телепортирующий артефакт и нас выпуливает обратно. Пожалуй, смысла особо в этом путешествии не было, ведь самих пиратов мы, по сути, пригоняем совсем иным способом. Да, мы в подтверждении своих действий отдаем один из камешков, а потом просто цепляем на капитана наш рыба-рабский чокер. Как красиво! Я спросил вы все, кто самый самый лучший монах в Керандию? Какой момент! Я думаю, что Queen будет вернуться в ее throne. Эй, Jean-Claude, вы любите играть на тик-так-тое? Ах, как весело! Вот мы и спасли Керандию. Всех потихоньку увлечиваем сыром. Потом вместе со статуей договариваемся о том, чтобы провести справедливый суд. Ведь теперь, когда пираты ушли, все спокойно, а местные жители могут, если что, присутствовать и быть свидетелями того, что скажет король Вильям. Но перед этим разрешите вам показать нечто очень любопытное. Герман был единственным, кого пираты не превратили в мышь и позволили торговать всяким барахлом. Просто он в душе приспособленец. В магазине можно покупать самые рандомные вещи, но по воле случая он может выставить на продажу некий зачарованный кинжал. I wouldn't buy that if I was you. We are him, you idiot! That's fair. It's yours. Предупреждение? Да вообще пофиг, меня уже ничем не шокируешь. Этот забавный момент я показал, чтобы вы взглянули на предстоящий суд совершенно иным взглядом. Лицезрейте и делайте выводы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Let us view the events in question. It was many years ago. Malcolm and I were alone in the dining room. We had roasted a delicious Karandian pheasant for dinner. I grasped the knife, which had been a present from an anonymous admirer. The rest you can see for yourselves. As you have seen, my faithful cousin Malcolm is innocent. I think you, Kallik, have particular need of delivering an apology. Congratulations, Malcolm. Nice to have you back. Всё. Мы невиновны. Всем это известно. Даже царские представители извинились перед нами. This whole odyssey has been annoying, but necessary, I suppose. I'm sorry, Malcolm. I owe you an apology. I love this part of my job. You! You make me sick! So, does this mean I'm your uncle? Your mother's half-cousin? Finally! A clean slate. A fresh start. Who could ask for more? Sure, but what are we going to do for fun now? But we absolutely do. Because finally, 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 we can go and rest. We deserved the rest. What's fun about that? Virtue is triumphant, and a job is well done. That's what's fun. Oh, yeah? Well, I... I've got an idea. Why don't you both get lost? I'll take charge from here on, thank you. At last. Congratulations. Wow. You did it all. You won. You're finished. And you scored a whole pile of points. Ever thought about doing something constructive with your life? Good evening sir, don't be alarmed, I've thrown down that dirt to provide a demonstration of the remarkable ZQ-4000 Vacuum and Home Hygiene System. And I'd like to demonstrate the Malcolm 4000 Unwanted Salesman Removal System. Uh, excuse us, but Brandon here insists on abdication. That means you, Malcolm, are the new king of Carandia. Hmm, well then, as my first official act as king, I order you two to go repair the Colossus on the Isle of Cats and turn yourselves back into mice. There you are! Did you forget about us? Daddy! And this was the third part of Carandia, dear friends. I think it's worth not to tell my opinion, but to you. Because I really liked the game. And for most of the time, it's because of Malcolm. He's very charismatic, humorous and really can't laugh. Of course, he's not very similar to what we showed in the first part. There he was more stupid. And there's a difference between the first and the second Dumbledore. But this is not bad. He's a different one. But it's still nice and the most important thing. And the most important thing is that he's a lot. It's great. It's a good thing. And the other part of the game is that it's a good thing. It's a lot. It's a lot of dialogue, вариаций a lot, and problems with objects are not. The inventory, of course, is a good thing. Yeah, the script is not very long, plus the other parts are repeated locations. But in the rest, it's fine. And so, you know, this part about Kirandia was the last part. You want to know who actually put the kinshal to the king? You want to know who Kirandia would be for the king of Malcom? Well, no. Westwood has no longer existed. And the other part of the game is that he's going to be a little bit of a figure out of the game. And he's going to be a little bit of a figure in the background. And he's going to be a pretty bad life. And he's going to be a good thing. And what do you think? Напишите. Мне это необходимо знать, потому что мне все так же охота рассмотреть и другие игры данной студии. Так что пару строчек про данную игру, или всю же серию в целом, черканите. Это важно. А я же напоследок прошу вас поглядеть титры. Титры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok